После освящения нового храма Иоанна Богослова при Международной Академической Школе Одесса, митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий отправился в первую и единственную в стране студенческую церковь Святой Мученицы Татьяны и встретился с коллективом Национального Университета Одесская Юридическая Академия. Единогласным решением ученого совета блаженнейшему присвоили звание почетного доктора Хонорис Кауза. Как все это происходило, видели журналисты-репортера. Когда блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий, а также высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и сопровождающие их духовные лица подъехали к Национальному Университету Одесская Юридическая Академия, на фонтанской дороге на всю округу раздавался радостный колокольный звон. В первом и единственном в стране студенческом храме Святой Мученицы Татьяны в это время проходило венчание, и его блаженство пожелал зайти в церковь, благословить счастливых молодоженов. Добрый знак. В то же время в зале заседания ученого совета Одесской Юридической Академии блаженнейшего митрополита Ануфрия уже ждали деканы, преподаватели, профессора и студенты. Открыл торжественное заседание президент Национального Университета Одесская Юридическая Академия Сергей Кивалов. Он сообщил собравшимся о важном событии, состоявшемся в этот день. Ваше блаженство, Ваше Высокое Преосвященство, дорогой митрополит Киевский всея Украины, члены ученого совета, друзья, вы знаете, сегодня исторический день для нашего города, исторический день и для всех православных Украины, потому что блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий осветил храм Иоанна Богослова, который находится в школе международной академической. Также Сергей Кивалов обратился к профессорско-преподавательскому составу и митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу, напомнив о главных вехах становления Альма-Матер. Хочу поблагодарить и высказать в который раз митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу, который 23 года назад переступил порог Национального университета Юридической Академии. Вы знаете, у нас не было ни помещений, не было ничего, был только коллектив. И все студенты пошли за преподавателями. Вот мы зашли в это здание, которое рядом, сгоревшее здание, которое принадлежало ПТУ, было брошено, мы зашли. Но настолько мы верили в свои силы, настолько мы сконцентрировали свое внимание в отношении юридического образования. Мы хотели, чтобы это был самостоятельный уж, чтобы развивалась наука юридическая, развивалось образование юридическое. И плечо свое подставил глубоко уважаемый владыка, митрополит Одесский-Измаильский. И я помню 1 сентября 1997 года, когда был первый набор, когда владыка осветил. Вот я смотрю в зал, тут многие были на этом празднике 23 года назад. Визит предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Ануфрия – это историческое событие для Одесской юридической академии. Сергей Кивалов особенно подчеркнул, что митрополит Ануфрий способствует строительству православных церквей, созданию православных общин, миссионерских культурных центров, неся истинную веру и милосердие в сердца людей и распространяя православие по миру. Для нас это событие, которое войдет в историю не только нашего университета, но и в историю нашего города. Потому что к вам особое отношение здесь, в нашем городе, городе-герой. Я благодарен вам за стойкость, за укрепление веры. Хочу выразить слова благодарности от всего нашего многотысячного коллектива за все, что вы делаете. В этот праздничный день ученый совет единогласно принял важное решение присвоить блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Ануфрию высокое звание почетного доктора Ханорис Кауза Национального университета Одесская юридическая академия. На ученом совете сегодня, 9 октября, присутствует 59 членов ученого совета из 67-ми. За присвоение почетного звания блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Ануфрию проголосовало 59 человек. Решение принято единогласно. Я хочу поблагодарить сердечно за высокую честь, и за награду, которую меня недостойно удостоили сегодня. Я еще раз благодарю, с любовью приемлю. Блаженнейший митрополит Ануфрий привел факты из жития святого евангелиста и апостола Иоанна Богослова, рассказал притчу о силе истины Божьей и призвал всех исполнять закон человеческий, который призывает любить друг друга, и закон Божий, призывающий выстраивать отношения с Богом. Высоко отозвался предстоятель Украинской православной церкви у юристов, служителях закона, составляющих элиту страны. Будучи осведомленным, какое значение придает духовности Сергей Кивалов, митрополит киевский всея Украины Ануфрий отметил следующее. И велик тот юрист, тот служитель закона, который правильно использует человеческий закон, который через человеческие законы восстанавливает, уничтожает злобу, неправду и восстанавливает любовь между людьми. Но еще больше тот юрист, который умеет пользоваться и человеческим законом, и божественным законом, который в себе воспитывает чувство любви к человеку и к Богу. Такой юрист приносит очень много пользы. И, наконец, я бы хотел пожелать, чтобы все мы с вами были, хоть в маленьком мере, но все же настоящими юристами, чтобы мы умножали любовь. Спасибо, Господи. На заседании ученого совета Одесской юридической академии также выступил высокопреосвященнейший митрополит одесский и измаильский Агафангел. Владыка назвал день 9 октября историческим. Спасибо вам, Сергею Васильевичу, президенту Национального университета, за то, что вы оценили труд предстоятеля нашей церкви в непростое время ее бытия, а не только церкви нашей страны. И вы, Сергей Васильевич, воспитывает здесь новое поколение, которое трудно здесь юристы и артисты. Юрий Игорь, который здесь был, сейчас в Италии, в опере, поет, он прислал мне поздравления. А здесь выходят и артисты, и прокуроры, и юристы. Это огромное, вот такое направление специфическое. Это университет, в который поступают люди для того, чтобы образовать волю, ум свой и научиться исполнять закон Божий и закон человеческого отношения. А вам, Ваше Блаженство, я хочу в этот день исторический, от апостола любви, как Вы сказали, Иоанна Богослова, пожелать мужества, стойкости, сил и энергии, для того, чтобы победить все то, что неприятно для людей, для друг друга. Потому что все мы дети Божьи, и всех на Господь призывает в мир и согласие. Храните этот мир, передавайте Ваше Блаженство, как и ранее, в человеческие души и сердца. Я хочу еще раз пожелать Вам здоровья, поблагодарить Сергею Васильевичу, поблагодарить профессию, коллектив, преподавательский. Я тоже стал, как в свое время, получил это высокое звание, я ценю это, и желаю всем Вам тоже терпения, стойкости, мужества. Воспитывайте волю свою к миру, к добру, и передавайте это от сердца к сердцу, тому поколению, которое верит Вам, идет с Вами, и которое представляет будущее нашего государства, нашего земного отечества и нашей церкви. Спасибо всем. Затем к студентам и преподавателям обратился заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. Спасибо Сергею Васильевичу за то, что он настолько серьезно, мощно поддерживает национальную систему образования Украины. Я хотел бы сказать спасибо митрополиту Ануфрию за то, что он поддерживает образование и науку в Украине и своим делом способствует развитию национальной системы образования. Я хотел бы сказать спасибо всем коллегам, которые в такой тяжелый период для страны, в такой тяжелый период для всего мира, в период пандемии находят в себе силы, заходят в аудиторию и учат студентов. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Блаженнейший митрополит Ануфрий в этот день благословил Одесскую юридическую академию, пожелав ей свет знаний и свет веры. Я желаю всем преподавателям, профессорам, ученым, которые трудятся здесь, в этом юридическом заведении, терпения, мудрости, умение преподносить сложные в простом формате. А студентам я желаю быть послушными, внимательными и почтительными к своим преподавателям. Сергей Васильевич – это корифей, он над всеми. Он руководит, знаешь, у апостола Ивана Богослов, у каждого апостола есть свой символ. У одного апостола ангел, у другого есть человек, у третьего – орел. А орел – это та птица, которая высоко парит в воздухе, и оттуда она все видит. И Сергей Васильевич является тем орлом для этих духовных школ, которые высоко над всеми парит, все видит, и всем помогает, все организовывает. Я думаю, что если бы не было такого центра, такого ментального, мудрого центра, которым является Сергей Васильевич, то тут бы не было так, как он и есть. И мы желаем Сергею Васильевичу помощи Божьей, крепости, и чтобы он творил много-много лет. Помогаю, укрепляю и создаю то, что вы делаете. Спасибо, Господи, Ваше блажение. Для нас сегодня, правда, историческое событие, то, что Блаженнейший осветил храм Иоанна Богослова вместе с владыкой Агафангелом, что он в своем плотном графике нашел возможность посетить Национальный университет Юридической Академии. И, вы знаете, стало хорошей, доброй традицией, Блаженнейший посетил храм, студенческий храм, первый в Украине студенческий храм святой мученицы Татьяны. И, вы знаете, я сегодня особенно рад присутствовать здесь, потому что Блаженнейший митрополит Кийский и все Украины стал членом нашего коллектива, коллектива Национального университета Одесская Юридическая Академия. Он является нашим человеком, который делает все для того, чтобы люди ходили в храм, молились. В Национальном университете Одесская Юридическая Академия было учреждено высокое звание «Почетный доктор Ханорис Кауза». Эта высокая награда присуждается общественным, государственным и религиозным деятелям, политикам, ученым Украины и мира за весомый вклад в развитие науки, образования, культуры и духовности. В разные годы высокого звания Ханорис Кауза Одесской Юридической Академии удостаивались представители высшего православного духовенства, среди которых митрополит Одесский и измаильский Агафангел, а также почивший митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Всякая награда, она напоминает человеку о том, каким он должен быть. И эта награда, которую я сегодня получил, она напоминает мне о том, что несмотря на мой возраст, несмотря на моё положение, которое я занимаю послушанием в церкви, я должен трудиться в познании законов человеческих и ещё больших законов Божиих. Сегодня прекрасный день, когда мы освятили храм, когда мы в учебной школе, которая там основана, мы освятили храм Божий, место молитвы. То место, храм, это является тем местом, где люди учатся знания и использовать в качестве меча, которым посекается неприятель, но который не ранит носителя этого меча. Я желаю, чтобы этот храм, он функционировал, чтобы он работал, чтобы он был наполнен людьми. Сергей Васильевич сказал, что парадокс, что сложное время, а люди, больше людей в храме. Это люди в храме получают и не идут за силой, за той силой, которая необходима для того, чтобы принести те трудности, которые мы испытываем. И то, что ещё один храм, это и красота, просто архитектурная красота города Одессы. Это и духовная красота, которая существует в храме. И это место для того, чтобы исцелялась человеческая душа. По окончании торжественной части блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий, а также высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел с интересом осмотрели современный учебный кампус университета, убедившись в том, что Национальный университет Одесская юридическая академия – это тот вуз, в котором образование и духовность – это одно целое. А вот тот представитель конституционного – это одно целое. Продолжение следует...